МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телерадиокомпании Гомель продолжает программа Де-факто в студии Александра Гамоля. Здравствуйте. И главная тема выпуска. В смертельный поединок в Житковическом районе 40 гражданских супругов закончилась поножовщиной. Особенности незаконной рыбалки в Реческом районе инспекторы природоохраны задержали трех браконьеров. Драгрейсинг с милицией. В Гомеле, уходя от преследования, нарушитель протаранил машину ГАИ. И чем чреваты обгоны? Подборка ДТП, а также спецвероприятие госавтоинспекции. Ночные гуляния закончились для гражданских супругов из Житковического района смертельной поножовщиной. После веселого времяпровождения у своих родственников они вернулись домой и в буквальном смысле слова устроили поединок на ножах. В итоге мужчина оказался в реанимации, а его возлюбленная в милиции. Накануне инцидента сожительствующая пара всю ночь распивала спиртное вместе со своими знакомыми и родственниками в деревне. По возвращении домой между 24-летней жительницей райцентра и ее 28-летним избранником произошел конфликт, в результате которого в ход пошел кухонный нож. В ходе конфликта мужчина схватил кухонный нож и ударил им по колену сожительницы. Женщина выхватила у него из рук нож и нанесла ответные удары. Несколько ударов пришлось в грудную клетку. Затем подозреваемая сама вызвала скорую помощь. Мужчину доставили в больницу, однако примерно в обеденное время он скончался от полученных телесных повреждений в реанимационном отделении. Женщину задержала милиция и сейчас она находится в следственном изоляторе. Ранее ни она, ни ее гражданский муж не попадали в поле зрения правоохранительных органов, имели постоянный заработок, не нарушали общественный порядок. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают причины произошедшего. Со слов подозреваемой конфликт произошел на почве ревности. Она планировала уехать на некоторое время в другую страну для работы и якобы это не понравилось ее сожителю. На этой почве возник конфликт. Частный склад с незаконным алкоголем обнаружили сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями одного из жителей города Калинковичи. В гараже у гражданина хранилось более тонны спиртосодержащей продукции. Вся партия, которую сотрудникам Калинковичского районного отдела внутренних дел пришлось арестовать, была оценена почти в 130 миллионов белорусских рублей. Ассортимент товарной продукции был довольно разнообразным. От 5-литровых бутылей с российским спиртом до рома и виски производства США. Абсолютно на всех изделиях отсутствовали и акцизные марки Республики Беларусь. Хозяин гаража пояснил, что приобрел весь товар у незнакомца на автодороге Брянска, граница Республики Беларусь. Сотрудники налоговой инспекции составили на нарушителя административный протокол за незаконный ввоз, перевозку и хранение алкогольной продукции. Контрафактная продукция алкогольная на территории Республики поступает в основном из Российской Федерации. Это обусловлено прежде всего расположением подпольных производств на территории Российской Федерации, отсутствием границ между нашими государствами и наличием удобных для перемещения грунтовых и проселочных дорог, а также относительной близостью расположения торговых объектов и оптовых баз на территории Российской Федерации. В текущем году сотрудниками органов внутренних дел Гомельской области выявлено свыше 270 правонарушений, связанных с незаконным ввозом, хранением и реализацией алкогольной продукции. Из нелегального оборота изъято более 20 тонн фальсифицированных алкогольных напитков, а также спирта. Логово браконьеров удалось ликвидировать сотрудникам природоохраны в Реческом районе. Работа по горячим следам привела их в деревню Красный мост, в один из дачных домов, где помимо засоленной рыбы хранился целый арсенал браконьерских снастей. Бредни, сети, подъемники, ости и экраны – лишь немногие из них. Дом, по сути, представлял собой для любителей незаконной рыбалки перевалочный пункт, обнаружить который инспекторам рыбоохраны удалось благодаря задержанию двух местных браконьеров. Ваш дом, да? Да не этот. А чей? Это у тех ребят. Этих? Да. Я показываю тебе. Сто метров до Затона Днепра. Наличие удобных подсобных помещений и непритязательное хозяева. Это было райское место для местных и приезжих браконьеров. Владельцы появлялись редко, зато приверженцы нелегальной рыбалки едва ли не каждый день. 44, 46, 47, 48, 49, 50. Этот улов обеспечили два местных жителя. С самого утра за ними наблюдали инспекторы природоохраны. Когда сети с рыбой были выброшены на берег, браконьеров задержали с поличным. После того, как они поскладывали сети с рыбой в мешки, два из четырех мешков было передано третьему другу, их какому-то соратнику, который занес их на дворовую территорию. Дабы не дать уйти основным браконьерам, они, потому что находились возле воды, возле лодки, у нас лодки не было, чтобы они не уплыли, данные люди немножко тоже отошли с пакетами от воды, в этот момент и были задержаны. Вред, причиненный окружающей среде, составил около 50 миллионов белорусских рублей. Запрещенные орудия рыболовства вынесли из дома, посчитали и приобщили к протоколу. В противоположном углу также находятся запрещенные орудия рыболовства, так называемые рамки или телевизоры. Один, два, три. Общая длина одних только браконьерских сетей составила более 700 метров, а еще были бредни, подъемники, ости и запасы речной рыбы. Емкость пластиковая белая, в которой находится засоленная рыба, плотва. Инспекторы уверены, обнаруженный дом – ничто иное, как хижина браконьеров. Перевалочный пункт для любителей незаконной рыбалки. Последнее закончилось для них уголовным делом. Максимальное наказание – до шести лет лишения свободы. На место была вызвана следственная оперативная группа реческого РОВД. Также в ходе осмотра дворовой территории и дома, находящегося, было изъято 18 сетей. С начала года сотрудниками рыбоохраны было выявлено 182 нарушителя природного законодательства. Общая сумма ущерба, причиненного окружающей среде, составила полтора миллиарда белорусских рублей. Добровольно возмещено 600 миллионов. В Гомель, уходя от погони, нетрезвый водитель протаранил патрульный автомобиль ГАИ. Инцидент произошел в минувший вторник. Погоня за нарушителем, который не остановился по требованию инспекторов, началась на проспекте Космонавтов, а закончилась на улице Барыкина. В процессе преследования владельца автомобиля Митсубиши Кольтка к гонке присоединились еще два экипажа дорожно-патрульной службы. Водитель петлял по проезжей части и не давал спецтранспорту его обогнать. Заблокировать преследуемую машину удалось лишь через 10 минут после начала погони. Однако, нажав на педаль газа, нарушитель попытался прорвать кольцо окружения, чем и повредил автомобиль госавтоинспекции. В результате задержания на водителя было составлено 6 административных протоколов, в том числе за езду в нетрезвом состоянии, выезд на полосу встречного движения и вождение, не имея на то права управления. За рулем иномарки находился 18-летний житель областного центра. Как рассказали в ГАИ, на внешний вид у него имелись признаки алкогольного опьянения. Присутствовал запах алкоголя. Мужчина с трудом отвечал на вопросы инспекторов. Пройти медицинское освидетельствование Шумахер отказался. Примечательно, что два месяца назад этот же водитель был задержан за управление в нетрезвом виде. И сейчас готовятся материалы для возбуждения уголовного дела за повторное управление в течение года в состоянии алкогольного опьянения. В телекстабилизации дорожной обстановки и выявлении нарушителей правил обгона сотрудники ГАИ на этой неделе провели спецмероприятие «Встречная полоса», в рамках которого массированно отработали автодороги областного центра. Одной из основных задач была необходимость повлиять на негативную динамику ДТП, которая происходит по причине нарушений этих правил дорожного движения. Сначала Гомель, а в перспективе районные центры нашего региона. Комплекс профилактических мероприятий «Встречная полоса» стартовал в областном центре 15 сентября. Под прицелом оказались нарушители скорости и особенно те, у кого не хватает терпения спокойно двигаться в транспортном потоке. Отработка происходила как гласным, так и смешанным контролем, то есть с применением транспортных средств обычной гражданской раскраски, которыми сотрудники по гражданской форме одежды фиксировали правонарушения и по каналу радиосвязи передавали дальнейшим нарядам, несущим службу на патрульных автомобилях для задержания правонарушителей. Только в этом году из-за нарушений правил обгона в регионе в ДТП погибли 7 человек. 18 получили травмы различной степени тяжести. Выезд на «Встречную полосу» по праву считается одним из самых опасных маневров. Как вы считаете, какие самые опасные три вида нарушений правил дорожного движения? Это не внимательность на дороге, скорость, ну что там еще. Ну и есть пьяные, которые ездят. Выезд на полосу «Встречного движения» стал причиной столкновения двух автомобилей в Гомельском районе. Лоб в лоб столкнулись «Фольксваген Гольф» и «Лада». Пострадали два человека, в том числе ребенок. Уважаемые взрослые, при перевозке несовершеннолетних пассажиров обязательно используйте детские удерживающие устройства. Это сохранит жизнь и здоровье ваших детей. Меры административного воздействия за нарушение правил обгона сегодня довольно жесткие. Штраф может составить до 10 базовых величин. Предусмотрено также и лишение права управления транспортным средством. Обгон, нарушение правил обгона – это опасный вид нарушения. Почему? Потому что при водителями нарушения этих, при встречном лобовом столкновении, зачастую тяжесть последствий пострадавших данных ДТП самая тяжкая. Почему? Потому что это как удар о стену. Поэтому большое количество пострадавших, большая степень тяжести, травм, полученных участниками дорожного движения, как водителями, так и пассажирами. Обгоны и превышение скорости представляют немалую угрозу и для пешеходов. В темное время суток из-за ухудшения видимости шанс оказаться под колесами возрастает многократно. На плохо освещенных участках автодорог просто необходимо иметь светоотражающие элементы. Их отсутствие привело к ДТП на участке автодороги М-10. Водитель автомобиля «Вольво» наехал на внезапно выбежавшего на дорогу мужчину. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. На стройплощадке в 104-м микрорайоне Гомеля на днях был зафиксирован большой пожар. В интернете появились фотографии огромных клубов дыма, которые выложили в сеть пользователи. Как сообщили в МЧС, возгорание произошло в одном из многоквартирных домов. На верхнем этаже новостройки загорелись остатки строительных материалов. Это и вызвало образование огромного количества черного дыма, наблюдать который можно было за несколько километров. На пожаре никто не пострадал, и, как сообщили пожарные, он не причинил ущерба. И напоследок еще один интересный факт. 12 сентября, в день празднования 873-й годовщины со дня образования Гомеля, в городе по истечению суток не было зафиксировано ни одного преступления. Об этом программе де-факто сообщили в Управлении внутренних дел Гомельского облсполкома. В день города охрану общественного порядка на улицах областного центра обеспечивали абсолютно все подразделения правоохранительной системы. Милиционеры перешли на усиленный вариант нестения службы. Дополнительные отряды ОМОНа несли дежурство в местах массового отдыха людей. Работа силового блока по обеспечению охраны общественного порядка 12 сентября удостоилась высокой оценки от руководства Гомельского облсполкома. Это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Будьте в курсе происшествий региона вместе с программой де-факто и берегите тех, кто вам дорог. До встречи.